Всем доброе утро! Мы проснулись. Ашер сейчас идет к доктору вместе с Люшей, ну к нашему педиатру. На самом деле нужно по логопеду решить, здесь есть документы, чтобы нам уже дали наконец очередь к логопеду, потому что мы все, что нужно, до этого прошли и сделали. Ну и также по поводу животика. До сих пор мы не знаем, что вызывает боль, поэтому нужно взять необходимую очередь на проверки. И Ашер этим займется. Вот наша елочка красивая. У нас есть вот такая звезда, но она слишком велика и слишком массивна для елки. Елка такая маленькая, аккуратная. Я сейчас хотела покушать пончики и поняла, что у меня полностью отсутствует обоняние, я не чувствую вкусов, поэтому пончик отменяется, потому что никакого наслаждения от него я не получу. Лучше я его оставлю, может быть к вечеру у меня вкусовые рецепторы немножко возродятся. По итогу мы с Михалем оба, в общем-то, заболели, болеем. Вообще не ощущаю вкуса моего супа. Ни вкусов, ни запахов не ощущаю. Ем суп, как будто бы ем жидкую просто бумагу. Хотела сегодня печь лепешки. Нашла классный рецепт в инстаграме. Сырные лепешки, довольно-таки простой, но передумала. Передумала, потому что в таком состоянии я вообще просто потрачу много времени на готовку и все. Но когда буду кушать, ничего не почувствую. Так что, может быть, попозже, может быть, завтра. Если получится, сегодня я схожу в магазин, куплю ингредиенты для лепешки, а сделаю уже и позже рецепт сам. У меня в холодильнике еще остались пончики. И мне так обидно, я не смогу их кушать, потому что... Ну, вы поняли. Я была с подругой в новом моле, в супер, как называется, шопинг-центре. В новом шопинг-центре, который у нас открыли на Геватоне. И там в Бершко я купила себе платье. Оно очень похоже на то, которое я покупала в Веченеме, но короче. Оно довольно-таки короткое. Ну, примерно тот же самый стиль. Но минус всех этих платьев в Веченеме, в Бершко, в Заре. У них безумно осыпаются блестки. Я не знаю, почему они так делают. Вот пол-эндир. Я купила вот такую футболку. Футболки висели за 20 шекелей. Я брала себе три футболки сразу, красивые, милые, классные. Просчитала, ага, дам за них 60 шекелей. Подхожу к кассе, говорю, проверьте, сколько стоят футболки. И девушка на кассе пробивает, говорит, 29 шекелей одна. Я говорю, у вас там ценник большой, прям, знаете, гигантский плакат. Написано 20 шекелей. И под этим ценником огромный, значит, сгусток этих разных футболок. Она все проверила мои футболки, говорит, все они, короче, по тридцатку. Говорит, ну, там есть и за 20 тоже. И, короче, в итоге я взяла только одну, потому что отдавать, получается, за три штуки 90 шекелей, когда мне обещали их за 21, я не хочу. В итоге я оставила самую няшную, самую милую. Илюша была у врача, они вернулись с Ашером. И заключение таково, что у Люши, возможно, рефлюкс ее не дает ей покоя. Нам дали специальные таблетки. Вот эта вот кислота желудочная, она будет меньше. Так быстро взяла и собрала. Пока мама болтала. И здесь мама. А где Люшенька? А где Михаил? Молодец, правильно? А папа на работе. А папа на работе. Да, мы с Михаилем умяли коробку апропор. Нам дали для глазика капельки. Потому что у Люши глазик. Тоже там что-то с глазиком случилось. Это на фоне вируса у нее произошло. Люша попросила дедушка Мороза, который с гитарой. Михаил, кушай. Уютненько. Включили сейчас мультики. Михаил покушал так немножечко. А Люше вообще ничего не стало есть. Но я ей лекарства за это дала. Через полчасика предложу ей йогурт. И думаю сходить с ними в магазин. Что-нибудь прикупить. Как-то хоть развеяться. До магазинчика быстро разгонять. Туда-обратно. Температуры сейчас ни у кого нет. Слава богу. Ну не знаю. Посмотрим. Конечно если у Люши будет слабость. Никуда не пойдем. Безумно нравится мне вот эта картина. Ашер убежал у нас на работу. Мне захотелось чаю. Пока ли я там отдыхает. У нас лежит. Крусовица. Что? Что там? Ашер вернулся. Совсем забыли про подарки. Не купили еще ничего. Уже скоро Новый год для деток. Я запереживала на самом деле. Хорошо что хоть елку поставили. У меня мысли поехать завтра в новый шопинг-центр. И купить подарки для деток. Я надеюсь что Ашер меня отпустит. Потому что если ехать. Нужно ехать без Люши. А учитывая что она у нас болеет. То она естественно будет дома. Значит кто-то с ней должен остаться. Ой в общем не знаю. Люша себя чувствует получше после Нарафена. Пообедала. Что меня безумно радует. Михаил так себе кушал. У мамы вот это вот. Наш болезненный влог подходит к концу. Ашер у нас сейчас отправляется в Тель-Авив на презентацию. Лия думает что она пойдет с ним. Тоже там сидит. У нас елочка сверкает очень красивая. Не, Люша не идет. Люша дома стоит. Люша холодно. Мама, душа холодно. Лия болеет. Лия болеет. Осторожно. Головку не ударь. Выкрой. А то ударишься. Да. Положи ботиночки на место. Пока. Всем пока-пока.